Тема сегодняшнего сообщения будет посвящена новым достижениям гормонотерапии гормона позитивного, эстроген позитивного рака молочной железы. Актуальность данного сообщения связана еще с тем, что заболевание молочной железы лидирует, к сожалению, по-прежнему в структуре онкологической заболеваемости во всем мире. И отчасти это связано с тем, что, хотя несмотря на то, что опухоль является визуальной локализацией, и женщина, казалось бы, сама могла проквартировать ее, тем не менее, с этой проблемой может столкнуться каждая восьмая семья. Почему это происходит? Ученые пытаются изучить факторы риска. С чем это связано? Ну, конечно, наверное, женщина в своей эмансипации платит столь высокую цену за счет того, что в организме достаточно высокий уровень эстрогенов накапливается, и женщина не реализует себя в полной мере, как мать. И, казалось бы, за 20 лет вместо 10, 20, 30 беременностей у женщины наступает их несколько. И в лучшем случае, если хотя бы 2-3 ребенка, которых женщина в течение как минимум года должна кормить грудью. И то это в ряде случаев не избавляет от столь страшной угрозы. Сегодня мы немножко поговорим о гормонопозитивном заболевании молочной железы. Что это за заболевание? На ядрах опухолевых клеток есть так называемые ловушки, рецепторы. Рецепторы носят название эстрогенов. Так вот, когда на самом первом этапе заболевания, у меня такое ощущение, что очень сильное эхо в зале, нет? Можно как-то убавить? Потому что я это слышу, и у меня такое впечатление, что эхо иногда меня пытается перекричать. И вот эти ловушки рецепторов эстрогенов определяют чувствительность гормонотерапии. Эхо по-прежнему существует достаточно сильное. И чтобы выключить эти ловушки, назначается гормонотерапия. Гормоночувствительное заболевание молочной железы характеризуется очень хорошим прогнозом. Несмотря на то, что, тем не менее, заболевание столь грозное. И основным видом лечения по-прежнему является препарат, носящий название тамоксифен. И хотелось бы сказать, что, как правило, при гормоночувствительном заболевании проблемы могут коснуться мягких тканей, кожи, костей, скелета. И на самом деле, очень долгие годы, даже при изменениях в печени, наши химиотерапевты назначали сразу химиотерапию. Тем не менее, при отсутствии висцерального криза, когда есть жалобы при наболе в печени или дыхательные недостаточности, это называется висцеральный криз. Если висцерального криза нет, тогда даже при метастазах печени лечение начинается с гормонотерапии. Вот такие вот графики показывают, что с чего мы начнем, с химиотерапии или с гормонотерапии, это не отразится на дальнейшем прогнозе. Потому что ко мне иногда приходят, говорят, Татьяна, ну еще же мне назначили таблетки, лучше назначите химиотерапию. Так вот, иногда бывает ситуация, что во время амбулаторного наблюдения, после проведенного ранее комплексного лечения, включающего когда-то и оперативное лечение, лучевую терапию, химиотерапию, при обследовании выявляются изменения в печени. Женщина их не ощущает. И если мы назначим химиотерапию, она в полной мере ощутит букет побочных эффектов. А вот если назначить гормонотерапию, эффект будет тот же самый, пусть не такой быстрый. Эффект женщина, конечно, не ощутит, но не будет побочных эффектов, связанных с химиотерапией. Поэтому тенденции во всем мире таковы, что при отсутствии висцерального кризиса, то есть клинически значимых симптомов, начинают с гормонотерапии. И вот химиотерапия назначается врачами в том случае, при гормоночувствительном заболевании, то есть когда уровень рецепторов больше трех, это как правило от трех до восьми, восемь – это максимальная цифра, при отсутствии висцерального криза врачи назначают гормонотерапию. Химиотерапия назначает своего рода как скорая помощь. Если надо, резко снизить вот эту клинику, связанную с болевым синдромом. Или же, например, с проблемами, связанными, если болевой синдром связан с увеличением печени, тогда вызывается, условно говоря, скорая помощь, назначается химиотерапия, и затем можно перейти на гормонотерапию. Начиная с 1896 года, когда хирург Битсон впервые удалил яичники, до сегодняшнего момента прошло порядка 120 лет. И, по сути, наибольшим ключевым моментом в лечении больных, связанных с молочной железой, с онкологическим заболеванием молочной железы, действительно большая заслуга тамоксифена. Тамоксифен сначала изучался как противозачаточный препарат. Побочно у него выявился эффект противоопухолевый. Поэтому, почему врачи каждый раз говорят, что каждые 3 месяца ходите, делайте УЗИ, и мы смотрим толщину эндометрии. Не надо бояться, что увеличивается эндометрия, он должен увеличивать. Это побочный эффект тамоксифена. Он может увеличиваться до 15 мм. Если уже 12-15 мм на фоне приема тамоксифена увеличение эндометрии, тогда врачи-гинекологи могут рекомендовать диагностическое выскабливание. Сразу могу сказать, что само по себе увеличение толщины эндометрии не является основанием для отмены тамоксифена. Когда приходят, говорят, Татьяна Юрьевна, вот у меня увеличивается эндометрия, пожалуйста, отмените мне тамоксифен. Это глубоко не так, потому что тамоксифен, по сути, является золотым стандартом для лечения этого заболевания. Более того, препарат, как правило, хорошо переносится, его даже можно назначать при проблемах почек. Почечная недостаточность не является противопоказанием к назначению этого препарата. К этой же группе антиэстрогенов относится препарат Торемифен. Препарат также обладает антиэстрогеновой активностью, просто у него вот эта антиэстрогеновая активность, точнее, противоопухолевая активность обладает, а эстрогеновая активность у него меньше. Что делает тамоксифен? Вот я говорила, что на ядре опухолевой клетки есть эти рецепторы ловушки. Вот тамоксифен конкурирующим образом садится на эту ловушку, не дает эстрогену активизировать в дальнейшем рост опухолевой клетки. Вот на слайде, соответственно, на зеленом это рецепторы, а синий это тамоксифен, который блокирует рецептор и не дает дальше опухолевой клетке расти. Торемифен – это тот препарат, о котором я говорила. Его наличие у торемифена перекрестной резистентности с тамоксифеном не дает нам возможности после тамоксифена назначать торемифен. То есть торемифен никогда не будет назначаться после тамоксифена, но он может подменяться, заменяться, поскольку препарат обладает меньше эстрогеновой активностью, меньше увеличивает толщину эндометрия. Когда же еще отменяется тамоксифен? Когда есть кровотечение, кровомазание на фоне тамоксифена или же по данным гистологического заключения нам результат свидетельствует о гиперплазии эндометрия. Тогда мы, соответственно, переходим с назначением тамоксифена. Хотелось бы сказать, что второй препарат, тоже относящийся к группе антиэстрогенов, является фулвистрант. В отличие от тамоксифена, это гормональный препарат фулвистрант, он вводится внутримышечно. Вначале его назначают первый месяц раз в две недели, затем раз в месяц в дозировке 500 мг, по 250 мг в каждую ягодицу. То есть при прогрессировании на тамоксифене предпочтительным вариантом является препарат фулвистрант. Как действует фулвистрант? В отличие от тамоксифена, фулвистрант необратимо разрушает рецепторы эстрогенов. Поэтому, соответственно, и линейка назначения препаратов после тамоксифена назначается предпочтительно фулвистрант. Далее, какие у нас еще есть препараты, какие наши возможности? Это, прежде всего, ингибиторы ароматаз. Хорошо известные препараты среди врачей – это нестероидные ингибиторы литрозол или анастрозол и стероидные ингибиторы экзамистан. Каково принципиальное различие ингибиторов ароматазы от тамоксифена? Тамоксифенам… Мне этот слайд очень нравится, поскольку достаточно четко объясняет, по крайней мере, для врачей нужную информацию. Я попытаюсь донести ее до вас. То, что, в принципе, у тамоксифена есть один побочный эффект. Увеличивая гиперплазию эндометрия, увеличивая толщину эндометрия, повышается риск рака теломатки. Но это крайне редко возникает. Кроме того, у тамоксифена есть очень хороший побочный эффект, который нам крайне важен. Он снижает риск инфаркта миокарда за счет снижения липидов высокой плотности, низкой плотности. Кроме того, препарат, в отличие от ингибиторов ароматазы, никак не влияет на костную ткань. Ингибитор ароматазы… Иногда говорят, переведите меня на ингибитор ароматазы. При переводе на ингибитор ароматазы мы сразу понимаем, что сами по себе эти препараты разряжают костную ткань. То есть, если пациент длительно получает ингибитор ароматазы, раз в полгода обязательно нужно означать так называемые остеомодифицирующие агенты, в нашем понимании это более такой на слух знакомые бисфосфонаты. Это может быть и как изолидроновая кислота. Если речь о профилактическом назначении, если нет метастазов в кости, костных метастазов, если нет, тогда назначаются профилактические раз в полгода. Если же костные метастазы есть, тогда назначаются уже раз в 4 недели, затем переход на режим поддержки после 9 введений раз в 3 месяца. Хотелось бы сразу сказать, что все женщины старше 50 лет даже при отсутствии, вообще мы сейчас отойдем от проблемы рака молочной железы, особенно в Санкт-Петербурге, должны получать препараты кальция вместе с витамином D3. Это связано с тем, что у нас, к сожалению, крайне мало солнца, и мы все в группе риска по остеопорозу. Поэтому женщины старше 50 лет должны, особенно в группе риска, у кого по наследству есть остеопороз, должны обязательно получать кальций в дозировке 1200-1400 мг в комбинации с витамином D3 400-800 международных единиц. То есть в поливитаминах, лучше всего даже не поливитамины, а моновитамины, это витамин D3 с кальцием при вот тех дозировках которых я сказала. Если же существует проблема, связанная с метастатическим поражением в кости, то пациенты, получающие остеомодифицирующий агент изолидронового кислота бандроната и ряд других препаратов, они должны обязательно получать кальций в тех же дозировках 1200-1400 мг в день с витамином D3 400-800 международных единиц. Если же ингибиторы ароматазы назначены, то при отсутствии метастаза в кости профилактические остеомодифицирующие агенты назначаются раз в полгода. И вот поэтому хотелось бы сказать, что мы не можем так вот взять и перейти стомоксифена на ингибиторы ароматазы только потому, что увеличивается толщина эндометрия. Потому что само по себе увеличение толщины эндометрия это намного, вот эта польза от тамоксифена намного больше, чем те потенциальные побочные эффекты, которые могут быть на тамоксифене. И тамоксифен, еще раз подчеркиваю, является препаратом золотого стандарта для лечения заболевания молочной железы. Ингибиторы ароматазы на сегодняшний день значимая опция, такая же значимая, как и тамоксифен, но вот эта линейка назначения сохраняется. То есть сначала это антиэстрогены, затем уже ингибиторы ароматазы. С чего начинать? С тамоксифена или с ингибиторов ароматазы? Это слайд даже больше такой наукоемки. Но я хотела сказать, подвести к чему. Такой доказательной базы, которая говорил бы, что преимущества у тамоксифена по сравнению с ингибитором ароматазы, такой доказательной базы нет. Поэтому везде мы подходим очень индивидуально. Какие еще новые возможности в лечении гормонопозитивного заболевания молочной железы на сегодняшний день есть? Сейчас мы обладаем новой опцией, которая постепенно войдет в нашу клиническую практику. Когда гормонотерапии назначается таргетная терапия. Этот рисунок я привела для того, чтобы сказать, что то, что мы имеем на поверхности клетки, мы имеем данные о рецепторах. А то, что происходит внутри клетки, это достаточно сложные пути, которые могут пересекаться друг с другом. И сейчас постепенно каждому из пути подбирается свой таргетный препарат. То есть таргетная терапия – это терапия, направленная на конкретную цель. Сейчас у нас хорошо известен путь, так называемый МТОР-ПИ-3К. То есть это мишень рапомицинно-млекопитающего, так называемый МТОР и ПИ-3К. Это фосфодитолоза, нетолкотрикеназный. Вот этот вот путь, он отвечает за резистентность. Почему иногда бывает, что вроде назначается гормонотерапия, а эффекта нет? Это связано с тем, что идет активация ниже лежащих сигнальных путей. Поэтому в ряде случаев к гормонотерапии ингибиторами ароматазы экзамистана добавляется второй препарат, который носит название ВИРОЛИМУС. Почему эта комбинация не назначается всем? Это строгое по показаниям, при наличии понятия показания резистентность. Это уже определяет доктор. По нечувствительности гормонотерапии. ВИРОЛИМУС – это таргетный препарат, обладает своими побочными эффектами, связанные прежде всего с тем, что препарат изначально изучался как препарат, подавляющий иммунную реакцию при трансплантации почки. Опять-таки оказалось, что, хотя препарат создавался как иммунодепрессант, оказалось, что он обладает еще и противоопухлевой активностью. Поэтому те пациенты, которые получают экзамистан с ВИРОЛИМУСом, у них не должно быть в анамнезе ни туберкулеза, ни гепатита, ни частых инфекционных заболеваний, ни грибковых инфекций, сахарного диабета и много других побочных и сопутствующих заболеваний, которые нужно учитывать, прежде чем назначить данную комбинацию. Тем не менее, комбинация экзамистана с ВИРОЛИМУСом – это опция, которая рекомендуется при резистентности, нечувствительности гормонотерапии. Хотелось бы сказать еще один. Вот я на этом слайде, на самом деле, говорю о том, что иногда приходят и говорят, почему же нам всем не назначают ВИРОЛИМУС-экзамистану. Потому что эта комбинация обладает рядом побочных эффектов, такими же побочными эффектами, как химиотерапия. Тем не менее, доктора хорошо эти побочные эффекты знают, поэтому только в индивидуальных ситуациях, в определенной ситуации эта комбинация назначается пациентам. Еще одна возможная, если вернуть к этой сложной схеме, еще один новый препарат, который скоро войдет в нашу клиническую практику, но еще пока не зарегистрирован на территории Российской Федерации. Этот препарат называется ПАЛБАЦИКЛИП. ПАЛБАЦИКЛИП, в принципе, все, что заканчивается на ИБ, имея в виду международное непатентованное название, это все малые молекулы пероральной препараты для приема внутрь. Так вот, ПАЛБАЦИКЛИП тоже войдет скоро в нашу клиническую практику. Он будет назначаться вместе с гормонотерапией, вместе с ингибиторами ароматаза или же с фазлодексом. И опять-таки препарат, цель его, кроме того, что он значимо повышает эффективность, он также и способствует преодолению резистентности, нечувствительности, приобретенной или же первичной на фоне гормонотерапии. И еще раз, пока ПАЛБАЦИКЛИП не зарегистрирован на территории Российской Федерации, но со временем он войдет тоже в нашу клиническую практику. И сейчас вот какие основные моменты, которые учитывают доктора при назначении гормонотерапии. Прежде всего, это возраст. Если женщина молодая, то мы никогда не можем назначить ей ингибиторы ароматазы, поскольку ингибиторы ароматазы назначаются только при выключенной функции яичников. Следовательно, для того, чтобы их назначить, женщина должна быть в постменопаузе, то есть в старшей возрастной группе, либо при выключенных функций яичников. А авариальная супрессия, то есть выключение функций яичника, достигается в том числе и лекарствами. Лекарственным путем и хирургическим. Само по себе выключение яичников не является значимой лекарственной опцией, потому что как только яичники выключаются, через 2-3 месяца эстрогены начинают синтезироваться в организме у женщины, как в постменопаузе, из андрогенов под действием фермента ароматаза. Поэтому, чтобы вы просто понимали, что само по себе выключение функций яичников хирургически не решает проблему, то женщина автоматически переводится в постменопаузу, и у нее эстрогены также синтезируются, как у пожилой женщины. Но выключение функций яичников – значимая опция для назначения ингибиторов ароматаза. Поэтому, если женщина молодая, соответственно, ей выключаются функции яичников, и далее происходит лечение как в постменопаузе. Гормонотерапия, понятно, что была она или нет, это тоже определяется доктором для того, чтобы подобрать лечение. Следующее, первое, на что мы ориентируемся на возраст, надо выключать функцию яичников или не надо выключать функцию яичников. В основном это лекарственное выключение функции яичников, хирургическое тоже может рассматриваться, но крайне индивидуально. Весцеральный кризис, то, что я говорила, это тоже понятие, которое широко используют наши доктора. Мы используем, это еще раз подчеркиваю, когда при весцеральных метастазах внутренних органах есть какая-то выраженная симптоматика. Болевой синдром, связанный с этим метастазом в определенный орган, или же, например, при печеночных изменениях увеличиваются трансаминазы. Так вот, при наличии весцерального кризиса обязательно проводится химиотерапия, независимо от рецепторного статуса. Если весцерального криза нет, то, соответственно, мы проводим гормонотерапию. Если весцеральный кризис есть, назначаем химиотерапию. Вот тут, на самом деле, прописана еще раз линейка, которая является, в том числе, предпочтительно, это тамоксфен или теремифен, фулвестрант, вноситель недавно вошедший в нашу клиническую практику. В отличие от всей гормонотерапии препарат вводится внутримышечно. Затем нестероидный ингибитор ароматаза анастрозол или литрозол. Далее стероидный ингибитор ароматаза экзамистан. А потом уже, если при наличии резистентности к экзамистану может добавляться виролимус. То есть у нас, по сути, выстраивается такая достаточно большая линейка, и арсенал препаратов достаточно большой. Мегистрол – это препарат, который увеличивает мышечную ткань, является своего рода анаболиком, увеличивает аппетит, и, как правило, доктора его оставляют на потом. Таким образом, что наши доктора имеют в арсенале для гормонотерапии? Это еще раз говорю, это антиэстроген, это максифен или тримифен. Затем у нас появляется препарат фулвистран, тоже относящийся к группе антиэстрогенов. Он вводится только внутримышечный, в отличие от всей гормонотерапии. Далее ингибитор ароматазы. То, что мы сейчас используем, и одна линейка может использоваться, а за ней следующая линейка ингибиторов ароматазы. И далее, на каждом этапе, если возникает эстеральный криз, сюда может вклиниваться химиотерапия. Будущее, конечно, у нас постоянно появляются новые молекулы. У нас существуют клинические исследования. И сразу хочу сказать, что если у нас есть клинические исследования, мы всегда их рекомендуем. Почему? Во-первых, всегда стабильно назначаются препараты. Четко в информированном согласии говорятся все плюсы и минусы этого лекарственного препарата. И вот благодаря именно клиническим исследованиям наши российские пациенты своевременно получают новый таргетный препарат еще до того момента, как они прошли официальную регистрацию. И сейчас вот тренд, тенденция клинических исследований такова, чтобы сократить до минимума длительность клинических исследований, чтобы как можно быстрее пациенты получали все новые лечения. Потому что пока препарат пройдет этапы регистрации, у него уже проходит длительность регистрационного удостоверения как инновационного, тогда уже появляются дженерики. И вот сейчас тенденция старается как можно быстрее уменьшить длительность этих клинических исследований, чтобы пациенты как можно быстрее получали все то новое, что исследуется. И вот именно участие в клинических исследованиями позволяет своевременно получать все то новое. Поэтому мы рекомендуем клинические исследования. Во-первых, обследование включено, как правило, проводится своевременно в сроке. Лекарственные препараты все назначаются. И самое главное, ранний доступ к современному лечению. Наука не стоит на месте. В каждой мишени конкретной создается свой клинический препарат. Иногда даже от этих клинических исследований мы не знаем название лекарственного препарата. Оно, как правило, может носить буквенный характер с цифрами. Но тем не менее, группа всегда оговаривается. На какую конкретную мишень направлен тот или иной препарат. И вот прежде всего, это так называемый ингибитор МТОР. Их много сейчас. Сейчас линейка препаратов на так называемые ПИ-3КИ, то, что я вам говорила. Это препараты, которые направлены на циклинзависимые киназы. И препаратов, конечно, очень и очень много. И наука не стоит на месте. И постоянно-постоянно появляется новая линейка препаратов. Так же, как постоянно открываются новые пути, на которые воздействуют препараты. Я уже в онкологии 20 лет. Это очень маленький срок. Но когда я приходила, вообще не было понятия о таргетной терапии. Прошло 20 лет. И у нас уже в арсенале для хердопозитивного рака есть ростозумаб. У нас для гормонотерапии появились новые препараты. И со временем, будем надеяться, сейчас вообще акцент на иммунотерапию, которая для рака молочной железы, значимость ее изучается. Тем не менее, сейчас широко изучаются иммунопрепараты. И будем надеяться, что со временем этот вопрос, касаемый заболеваемости злокачественного молочной железы, будет со временем решен. И сейчас очень важно, конечно, что какие бы ни были изыски современной медицины, ее технические возможности, мы всегда будем ждать и верить во врача, который должен суметь выслушать, одобрить и проявить сострадание. Благодарю вас за внимание и готова ответить на вопросы. Мы сейчас договорились, что будут записочки, потому что формат трансляции таков. Марина Борисовна, а можно там записочки? Я постараюсь на них сразу ответить. У кого какие вопросы еще? Записочки пишите. Первый вопрос, который я получила, это касаемый вопроса по длительности гормонотерапии тамоксифеном. Написано, что срок приема тамоксифена 5 лет. Смотрите, в сентябре заканчивается срок 5 лет. Тут подходит индивидуально, потому что появились данные, что длительность тамоксифена может увеличиваться до 10 лет. И это отражается на благоприятном прогнозе. Решение о продлении приема тамоксифена принимается врачом в зависимости от переносимости тамоксифена. Но вообще по предыдущим стандартам 5 лет, но возможно увеличение до 10 лет длительность приема тамоксифена. Следующий препарат, следующий вопрос, извините, заключается, что можно сделать для профилактики вторичных изменений в костях и остеопороза. Само по себе адювантная гормонотерапия и химиотерапия являются профилактикой каких-либо метастазов. Поэтому тамоксифен назначается 5 лет и не надо прекращать. Иногда бывает пациенты принимают 2 года, а потом говорят, Татьяна Юрьевна, ну вот я решила его принять. Так вот, почему именно 5 лет? Потому что доказано, что именно в течение 5 лет приема тамоксифена является хорошей профилактикой каких-либо метастазов, в том числе метастазов в кости. Для профилактики остеопороза я уже оговаривала, если это тамоксифен, то женщинам старше 50 лет нужно принимать кальций в дозировке 1200-1400 мг вместе с витамином D3. Более того, чтобы определить, есть ли остеопороз или нет, есть достаточно хороший метод обследования, является денситометрия. Доступность денситометрии, сейчас я знаю, есть в НИИ Вредена, рекомендует денситометрию врач-эндокринолог, если у вас есть какие-либо признаки остеопороза, либо нужно обратиться к эндокринологу или остеопорологу, и он рекомендует в рамках ОМС денситометрию. Если же денситометрия не включена, то это является методом рекомендуемым для того, чтобы выявить, есть ли остеопороз или нет. Если есть остеопени, разряжение костной ткани и остеопороз, тогда, соответственно, назначаются препараты, остеомодифицирующие агенты. В частности, хорошо на слуху у нас есть такой препарат, как заледроновая кислота для профилактики остеопороза, это окласта. Есть пероральные бисфосфонаты, которые также назначаются для приема внутрь. Назначаются они, еще раз подчеркиваю, эндокринологом или врачом-остеопорологом. При наличии остеопороза даже при наличии в анамнезе злокачественного заболевания молочной железы. То есть, это самая по себе диагноз злокачественного заболевания молочной железы не является основанием для того, чтобы вам не лечили остеопороз или же не занимались этой проблемой. И этим, еще раз подчеркиваю, занимаются либо эндокринологи, либо остеопорологи. Заместительная терапия в период менопаузы. При наличии в анамнезе злокачественного заболевания молочной железы заместительная терапия не проводится, поскольку она включает эстрогеновую терапию или терапию прогистинами. Эти препараты могут так или иначе активизировать опухолевую клетку. Потому что, вы понимаете, мы наоборот назначаем там ксифен, который блокирует рецепторы эстрогенов и не питает их эстрогенами. Поэтому, если есть в анамнезе заболевания молочной железы, заместительная терапия, гормонотерапия не проводится. Так же, как под большим вопросом, любая другая терапия, включающая, может быть, препараты растительного происхождения. Но если они по формуле являются эстрогенами, соответственно, заместительная терапия не рекомендуется. При онкологии можно и кальций, и D3. Это препараты, пожалуй, единственные из всех поливитаминов, целесообразность которого, назначение которых неоспаримо. Не оспариваются никакими учеными. Поэтому кальций и витамин D3 при онкологии можно и нужно назначать. Особенно по показаниям. Далее, если уже на фоне... Так, временно назначен тамоксифен, дальше предложат обучение. Так, вопрос здесь уже на самом деле достаточно индивидуальный. В пациентке была проведена и химиотерапия, и, соответственно, сохраняются признаки заболевания, отечность. Назначается тамоксифен, предлагают лучевую терапию. Но, опять-таки, тут надо очень сложно консультировать пациентку, не видя ее. Поэтому лучше, может быть, даже этот вопрос решить индивидуально на осмотре. Так, какие еще вопросы? Там еще что-то есть? Простите, пожалуйста, у меня вопрос на ручке. Какой предпочтительный препарат? Тамоксифен, отечный, либо тамоксифен? Сам вот этот немецкий? Вопрос о предпочтении говорить очень сложно, потому что переносимость каждого препарата индивидуальна. Если, поэтому, вам важно, чтобы вы получали тамоксифен. А степень очистки у каждого препарата своя. Российские заводы пока, ряд российских заводов, не все, не сертифицированы по международным стандартам, по стандартам, которые необходимы. Со временем, к 2020 году, предполагают, что все заводы на территории Российской Федерации будут проходить эту сертификацию соответствующую. Поэтому, чем выше уровень очистки, тем препарат переносится лучше. И такой уровень очистки, соответственно, выше на заводах, которые сертифицированы по международным стандартам. Марина Борисовна, тогда мы дальше по программе. Значит, дальше продолжаем. Спасибо большое. Спасибо.